И то, что сегодня называют православием, оно никакого отношения к православию не имеет. Много ритуала и мало Христа. Много язычества и мало апостольского. А выход где? Ну, выход с себя начинать. Самая конструктивная программа – работать с самим собой. Я начинаю спрашивать сразу. Вот, у отца Кирилла Сахарова слышали? Конечно, конечно. Но он сюда приезжал. В прошлом году я у него в храме проповедовал там. Это в интернете и проповедь стоит. Я проповедь говорил на Римлянам 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Он был здесь, приезжал. Я у него был не раз. Беседовали с людьми в храме, говорил проповедь. Вот вы к нему обратитесь за моей биографией. А почему вы сам не приняли священные? Я еще раз повторяю. Я держу связь с Богом моим. И я у Бога это выпрашиваю. Я прохожу полный курс семинария и готовлюсь к рукоположению. Уже договорились с архиереем. Я выезжаю. Подрязник на меня примерили. Ночью я должен выезжать. Я снова становлюсь на молитву и получаю ответ. Это не твое. За мной архиереи гонялись здесь и за рубежом. Вы не уедете, пока не рукоположим. Это мне говорят митрополиты, епископы, архиепископы. Я спокойно им объясняю. И вот они задумаются. Да, наверное, это правильно все-таки. Кое-где вы бы потеряли свой контингент. Мне это не дано, это не мое. Вот почему. То есть это не ваше служение, скажем так. Брат у меня, отец Аким, он на 5 лет моложе. Он 35 лет как протеерей. Он в московские семинарии заканчивал в Москве и прочее. Это его, а это мое. У меня миссия. Я должен быть с народом. Я с Зоей Крахмальником беседовал когда. Она говорит, я кабинетный работник, а вы трибун. Мне нужна трибуна. И где бы я ни ехал, одна минута в тюрьме или я сижу, в лагерь или меня отправили. Я 5 тюрем прошел, за слово Божие. Везде одна обстановка. Камера открытая, а охранники с двух этажей стоят перед дверями. Два часа каждый день с восьми до отбоя чтение Слова Божия. У меня в руках с собой Библия или Новый Завет. И считает тот, кто не курит. Тщательно вымых руки. Пахан смотрит, чтобы ни один, ни две окна не закурил. Я спрашиваю, которые сидели. У вас было такое? Да вас не не видали. Я говорю, а во сколько вы на молитву становились? Как на молитву? Так вы что, не молились? Я в день становился 4-5 раз. По часу, по полтора молитва. Это каждый день. Вы потеряли связь с Богом. У вас нет силы. Вы бессильные и бесталанные. Они сильно обижаются. А почему? Потому что вы талант зарыли. Талант там, где Дух Божий. Где Дух Божий, там свобода. Вы не свободны. Вы боитесь епископа. Вы рабы. Презренные рабы. Трусы. И потом Бог вам ничего не может дать. Бог работает только там, где ему 100% отдача. Вот я разговаривал, когда сказал вам с десяти. А кто будет платить? Я так не рассуждал. 51 год назад я вам говорил. Услышал я об этом. Я сразу решил, я буду платить 9-10. Я всегда беру по максимуму. То есть вы хотите возместить вот это? Да, да, да. Я понял логику, да. Возместить. Я должен сейчас сам, на полном накале. Это мой Бог. Я люблю его. И поэтому все для него. Абсолютно все. Тюрьма это мое. Гонение, поношение, клевета это мое, Господи. Это твой путь. Я за тобой иду. Рядом. А что они будут говорить? Мне это абсолютно не касается. Это в пустоту бьют. Они не успевают бежать за мной. И никогда не успеют. Почему? А потому что они обременены животами и заботами житейскими. У меня ничего этого нет.